Идущий на профит, привет у тебя! Привет, друзья, дамы и господа, рад вас их видеть. Лайки, подписчики, колокольчики. Нажимаем, нажимаем, прожимаем, начинаем. Итак, сволочи, не дают нормально пошортить. С другой стороны, я начинаю набирать консервативный шорт, ну там с третьим, пятым плечом. И вчера говорил, что если долбанут лимитку, хотя уже вряд ли, ну видите как, вряд ли, не вряд ли, можно попробовать что-то поагрессивнее взять. Вот насчет поагрессивнее взять, наверное, уже не буду, просто буду дополнять свой консервативный шорт. Пока что, конечно, ситуация опасненькая, 46% лонгов, но свой аргумент я уже о котором месяце говорю. Ну то есть нам показывают о том, что вот управляющие лонгуют, сокращают шорты, наращивают лонги. Но на самом деле мы считаем, там, сколько мы считали-то последний раз, короче, перевес 1 к 4, они 4 шортят, то есть 4 шортят контракта на 1 лонгующий. В принципе, циклы, да, то есть еще, вот-вот-вот-вот мы должны ближе к сентябрю уже начать свое падение, с сентября по октябрь. Моя задача, конечно, сейчас сохранить деньги. Что касаемо битка, вот эти вот стопы, которые ловлю, если все по плану, то получится как с луной, то есть с луной я тоже вылавливал луну на хаях, то 2 зашел, по 105 вынесла, потом она улетела на 117, там еще один жирный стоп, поймал на разгонном депозите, но потом это все очень сильно окупилось. Ну не верю я, что это аккумуляция, ну то есть, ну что это, ну сколько тут, небольшой отрезочек времени, вот эта вот вся аккумуляция после такой лютой медвежки, у нас тут, ну аккумулят был, вот, вот. Плюс у нас с хая, ну говорил уже, то есть падение было на 70%, если прям с хая взять, на 70%. После этого еще одна аккумуляция и еще падение там на 69, что ли, на 50%. Ну и так почти каждый цикл, ну господи, ну не верю я, ребятишки. Именно поэтому у меня весь депозит сейчас не закуплен ни на один альток, ну не касаемо похоронных. Вот мой депозит, который я хочу расчехлить на этой медвежке, еще ни одного доллара там не было, не куплено. Вообще, кстати, ситуация очень похожа вот, ну вот так вот чисто ментально и психологически, вот на этот депозон, да, то есть сформировали депозон, раз перехай, два перехай, три перехай, очень такой хороший отскок, потом еще один перехай и окончательное вышибание, и потом объявляется брутальный продавец, просто брутальный, который слил, я не помню точное количество битков, но колоссальное количество битков, который продавил рынок, и после этого я начал вот в этом диапазоне откупать. Ну и тут откупал, и тут, и тут, и тут, но здесь загвоздка в том, что даже если мы получим вот такие вот брутальные продажи, я не думаю, что аккумуляция наступит сразу, мы уже свалимся прилично. Тем более тут лимитки на бестампе были. Не знаю, ну не верю я, не верю. Буду ждать до посинения. Если, ну, пойдет рынок выше, без меня, ну, хрен с ним. Лучше сохранить свой депозит, потерять немножечко стопов, ну, даже пускай сейчас буду вылавливать шорт за руине еще пару стопов. Зато спотовый депозит сохраню до лучших времен. Ну, короче, просто не рыпаюсь особо, жду. Че сказать, че добавить. Так, привет, Артем, как обычно, благодарю за жизненный обзор лайк. Ставлю свой стоп на то, что мы сегодня уходим к 23800. После заседания жирными свечами. Кстати, ну, заседание, блин, второй раз я уже совершаю ошибку. На заседаниях у меня остаются какие-то сделки. Их практически на этих заседаниях всегда выносят. Ну, потому что в рейснике пытаются мягко посадить, вешают лапшу на уши, потом отрезление. Нашел практически один, кто соответствует моей стратегии. Год назад 18к была цель. Поймал все, как у учебника. Дальше 8-14. Стоят кто некоторые крутил и крутит УСК. Когда я говорю про 18к, он говорил сейчас куда-то пропали. Тузыму. Битку вообще пофигу, что думает толпа. Ладно. А походу, кто больше всех рекламный всякий скам, так это сам YouTube. Смотрю твои видосы, постоянно предлагают 100 батчей в день заработок. Ну, кстати, ну, ты, наверное, это, не в РФ живешь, потому что... Или у тебя VPN, потому что у меня ни одной рекламы на YouTube нету. Поехали по битке. Шорты медленно превращаются в стринге. Кстати, да-да, кстати, токены с плечами на байбите с комиссией 0. Я там в шорте по эфиру. Да, там даже не в комиссии проблема, там проблема, как зашито плечо. Потому что оно там с 2 на 4 может скакать, в среднем 3. Блин, тупо, на бинате вот точно тупо, на байбите не знаю. Че из ДТРУК никак не упадет, как будто готов к пампу. Ну, кстати, к рубасу, сейчас глянем. А, погоди, ЮСДТРУК в смысле рубль? Рубль-бубль! Давай посмотрим. Руб. ЮСД. Тут зажимной скам. Смотри, с учетом того, что мы у нижней границы этого скама запиливаемся, я думаю, что будет еще одна попытка укрепления до 55. Тут уже, да, могут развернуть. Как раз-таки протестируем гиб. Ну, как вариант, еще могут швырнуть на полтинник, но это уже, не знаю. Но обычно, когда зажимной скам, да, вот, что ни на есть зажим, когда мы начинаем здесь трястись, да, это либо уходит и вот так тестируется, но чаще всего это просто еще раз укрепляется вверх. Тем более того, почему, ну, я жду падения по всем рынкам. И на фоне этого, как ни странно, последние вот все падения на рынках рубль укрепляется. Поэтому, не знаю, возможно. Покупайте йота, пока дешево. Скоро будет памп. Понял. Ржу. Чувак, не твоя. Все это тупо иметь пару тупых программ. Это мало, ты хоть в курсе, что сегодня ИЦП США объявляют. Или как минимум максимум главный. Чего? Не твоя. Все это, блядь. Так и чего? Ну, я не понял. Индекс цен производителей, и что дальше? Ну, ты хотя бы, я, конечно, понимаю, что очень тяжело с русским, но как бы это мне, чтобы читать хотя бы на русском. Так, что-то скамится как-то в обратную сторону. Да, пока не пырёт, но медведи, лапа медведя должна быть крепка. Вот, ладно, да пребудет с вами прибыль. До новых встреч, и пока-пока полезные ссылочки в описании. До новых встреч.